МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и я, Гульнор Жакен. Сегодня в выпуске. Мать бросила трехлетнего мальчика на произвол судьбы в Балхаше. Вот уже месяц ребенок находится в инфекционной больнице. Мальчик сарашиганский, что семья находится в Сарашигане. Папа рыбак, мама домохозяйка. Она сообщила через родственников в поселок Сарашиган. И папа приходил. Папа приходил, с ним пообщался, пообещал, что заберет. Небывалый урожай пшеницы, обещает новый руководитель управления сельского хозяйства области Юржан-Бикожин. 14 центнеров с гектара. Караганда, встречай победителя. Домой вернулась бронзовая призера Олимпиады Эльмира Сыздыкова. Журналистам и поклонникам она рассказала о своих впечатлениях. Обо всем более подробно. Трехлетний Нияз Горчухин около двух месяцев дождается свою маму в инфекционной больнице Балхаша. На больничную койку он попал с улицы. Там его нашли случайные прохожие. Ребенка никто не навещает. Отец малыша приходил, обещал забрать и снова пропал. Ситуацией разбиралась Аймамрина. Нияз очень улыбчивый и жизнерадостный малыш. В больнице он живет около двух месяцев. Сюда его доставили полицейские. Поздно вечером на улице Ленина Балхаша ребенка заметил случайные прохожие. Однажды к малышу в больницу приходил отец. Он обещал забрать его домой, но больше не возвращался. Приходил папа, потому что здесь в отделении находилась женщина, она Сарашиганская. Она увидела ребенка и сказала, что мальчик Сарашиганский, что семья находится в Сарашигане. Папа рыбак, мама домохозяйка. Она сообщила через родственников в поселок Сарашиган. И папа приходил. Папа приходил, с ним пообщался, пообещал, что заберет. Документов у отца не было, поэтому ребенка ему не отдали. Из рассказа мужчины следует, что семья живет в Сарашигане. В отделе опеки Актугайского района пояснили, делом Нияза занимаются их специалисты. Оказывается, мать бросила мальчика на произвол судьбы не в первый раз. Мать бросает Нияза не в первый раз. Когда она сделала это впервые, мы хотели лишить ее родительских прав. Обращались в суд. Однако в суде она раскаялась, обещала воспитывать ребенка сама. Но, видимо, обманула. Специалисты отдела опеки намерены добиваться окончательного лишения родительских прав нерадивые мамаши. Новым домом трехлетнего Нияза, скорее всего, станет Карагандинский детский дом Шапогат. Айям Амрина Александр Сирикидзе. Первый карагандинский. В Караганде разыскивают мать с маленьким сыном, которые бесследно исчезли в Восточно-Казахстанской области. Мульдер Абишева и Алянуар Нуктенов пропали днем 20 июля в городе Зайсан. С тех пор родные и близкие не получали от них вестей. На связь женщина не выходила. По словам родственников, мать с ребенком жили раньше в Караганде. В Зайсан они поехали вместе с главой семейства. Возможная причина исчезновения – семейный конфликт. По данным полиции, Мульдер забрала малыша и ушла из дома в домашних вещах. Приметы, разыскиваемых. Женщине 30 лет. Рост 160-165 сантиметров. Лицо овальное, волосы черные длинные, глаза карие. Была одета в халат красного цвета, сандалий желтого цвета. Мальчику 4 года. Всех, что-либо знающих о местонахождении, просит сообщить в Михайловский отдел полиции или по телефонам, которые вы видите на экране. Анонимность и вознаграждение гарантируются. В Караганде мужчина и женщина похитили продавца одного из магазинов и надругались над ней. На теле женщины нет живого места. Похитители избили жертву и всячески издевались. Инцидент произошел ночью. Подвыпившие мужчина и женщина пришли в ночной магазин за бутылкой водки. Потерпевшая отказалась продавать им алкоголь. Увидев, что кроме них и продавца в помещении никого нет, покупатели перелезли через витрину и избили ее. После мужчина надругался над продавцом. Потерявшую сознание 32-летнюю женщину преступники унесли в свою квартиру. Там они раздели женщину и тушили о ее тело сигареты. Магазин всю ночь оставался открытым. Фактов хищения не произошло. Спустя сутки продавец сумела сбежать и обратилась в полицию. Сейчас преступники находятся в изоляторе временного содержания. Новый руководитель управления сельского хозяйства пообещал снять по 14 центнеров зерна с гектара. Недавно назначенный Юржан Бекожин впервые отчитался перед Ахимом области о предстоящем уборочном сезоне. Он заявил, что в этом году наш регион ждет небывалый урожай. Правда, Нурмухамбет Абдебеков к услышанным планам отнесся с недоверием. Отчитываясь перед Ахимом области, новоиспеченный руководитель пообещал, что сумеет снять целых 14 центнеров зерна с одного гектара. Ранее самая высокая урожайность зерновых получена в 1979 году 13 центнеров и в 2012 году 12,6 центнеров с гектара. В остальные годы средняя урожайность не превышала 8 центнеров. По словам Бекожина, ожидаемые ресурсы зерна позволят обеспечить сельхозформирование семенами, погасить долги по кредитам. Нурмухамбет Абдебеков отнесся с недоверием к отчету чиновника. Он посоветовал ему вновь проверить цифры, чтобы потом не краснеть и не оправдываться в Министерстве сельского хозяйства. Урожай картофеля тоже обещает превысить прошлогодний показатель на 5000 тонн. Планируется собрать 192 тысячи тонн. Сбор урожая начнется в сентябре. Глава региона поручил закончить уборку до 25 сентября. А.М. Амрина Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Сейчас короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. Очередь в детский сад. Пожалуй, это самый больной вопрос для многих карагандинцев. Соблюдается ли очередность и какие еще проблемы имеются в дошкольных учреждениях Караганды? Найти ответы намерены прокуроры во время акции «Доступное дошкольное образование». Асиль Сазанбаева продолжит тему. Особое внимание прокуроров обращено на строгое соблюдение очередности при поступлении в детский сад, условия содержания детей, питание и даже учебная программа. Все это и является объектом проверки специалистов надзерного органа. В настоящее время прокуратурами Казыбийского и Октябрьского районов города Караганды назначены проверки в отделе образования города Караганды, также в дошкольных учреждениях по вопросу соблюдения законодательства образований, также законность по основке детей в очередь. Акция «Доступное дошкольное образование» длится всего неделю, но за короткий срок прокуроры смогли посетить немалое количество детских садов. Говорить о результатах еще рано, но можно отметить, что детские сады города комфортабельны и оснащены необходимым оборудованием. В них есть все для развития подрастающего поколения. В некоторых детских садах уже вводится полиязычное образование. Проектная мощность детского сада «Балакай» – 320 мест. В этом году было выпущено 120 выпускников. На эти места мы сразу же взяли деток. И с 1 июня в детский сад зачислено 75 малышей 2013 года и 60 детей 2012 года рождения. Каждый желающий может принять участие в проверке, совместно с сотрудниками прокуратуры посещать дошкольные учреждения и выявлять нарушения. Все, кто желает проинформировать прокуратуру об умеющихся нарушениях, просьба обращаться по телефонам доверия. Асиль Сазумбаева, Исламбекас, пан Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. В преддверии 1 сентября в Караганде продолжается общереспубликанская акция «Дорога в школу». В Майкудухской мечети Балагаже стала доброй традицией помогать многодетным и малообеспеченным семьям, подготовить детей к учебному году. Нет ничего более возвышенного и благородного, чем бескорыстная помощь ближнему, и уж тем более детям. На протяжении нескольких лет казахстанское мусульманское духовенство принимает активное участие в акции «Дорога в школу». Дети Фатимы Талашевой такую помощь в мечети Балагажи получают не первый год. Она безмерно благодарна организаторам. Иншаллах, спасибо мечети, что помогает моим детям каждый год. И мои дети одевают, обувают, дают тетради, ручки, все хорошее. Иншаллах, имаму, всем мечетям, кто работает в мечети, дай Аллах им здоровья и всего хорошего. Так благодарна, что и мам помогает нам, и мы верим в Аллаха, ну, тетради, ручки нам все дают. Сатыбалда Исаков воспитывает своих внучек, которые пять лет назад остались сиротами. Воспитывает их в любви к Аллаху и людям, и любую их радость воспринимает как свою. Тетради, ручки, альбомы и прочие необходимые канцелярские принадлежности. Школьная и спортивная одежда, обувь. Все это пришлось как нельзя кстати, поскольку эти семьи относятся к категории многодетные или малоимущие. А помогли собрать деньги спонсоры и простые прихожане мечети. Каждый год в нашей мечети Балакаже идет акция «Благодарительный фонд». Мы их даем всем малоимущим, малообеспеченным семьям. Раздаем вещи, канцелярские товары. Это приносят люди, это отделяется специально с мечети. Мы ездим, закупаем товары и потом предоставим мы всем людям. Всего в мечети Балакаже оказали помощь 120 школьникам из 70 семей. Кроме того, 25 детей отделили полностью. Для этого сотрудники мечети с каждого ребенка снимали мерку, форму шили в ателье. Подобные акции сегодня проходят во всех мечетях Караганды и по всей республике. Андрей Тенн, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Караганда приветствует бронзового призера Олимпийских игр. Эльмира Сыздыкова впервые в истории карагандинской женской борьбы завоевала медаль, выступая в весовой категории 69 кг. О впечатлениях и трудностях девушка рассказала на пресс-конференции. Элегантный желтый кабриолет проехал по центральному проспекту Караганды. В машине бронзовый призер Олимпиады Эльмира Сыздыкова. Девушка не ожидала от земляков торжественной встречи и была немного смущена. Эльмира – чемпион! Эльмира Сыздыкова всего 22 года. Несмотря на юный возраст, Эльмира уже мастер спорта международного класса по женской борьбе. Неоднократный призер чемпионатов Азии, международных турниров. И отныне бронзовый призер летних Олимпийских игр. 18 августа в Рио-де-Жанейро Эльмира Сыздыкова в заключительной схватке с египтянкой Энас Мустафой вырвала победу и завоевала 12-ю медаль в копилку сборной Казахстана. Ну и надо заметить и первого тренера. Хочу сказать большое спасибо моему тренеру. Вот он сидит рядом. Тренерам сборной команды, главному тренеру. Большой вклад вносит также наш врач, массажист, психолог. Все это, конечно, очень важно. Рассказывая о соревнованиях, девушка не сдерживала эмоции. Эльмира могла часами делиться впечатлениями о поездке. Но вместе с положительными эмоциями Эльмира рассказала и о недостатках. Ей не понравилась организация всей Олимпиады. Было много недочетов, но претензий никаких нет. Встречали гостей, как полагается. На вопрос о питании Эльмира Сыздыкова затруднялась ответить, так как девушка уже два года страдает от аллергии и к выбору пищи подходит с осторожностью. Чтобы завоевать бронзовую медаль, Эльмира приложила много усилий, уделяя тренировкам большое количество времени. А вот о проблемах с допингом, которые возникли в Рио-де-Жанейро, рассказал тренер Владислав Сутормин. Спортсменов лично она особо не касается. Хотя с допингом тоже там очень много было различных эксцессов. В том числе и с Эльмирой такой же произошел случай. Ее поймали рано утром перед взвешиванием. Там в 7 утра по 8-й поймали, повели допинг сдавать. То есть такие моменты тоже были. Сотни казахстанцев защищали честь Родины на 31-х Олимпийских играх. Из Караганды за медали боролись 11 спортсменов. По мнению экспертов, спорт в нашем регионе развивается быстрыми темпами. Многие уверены, что именно победы наших спортсменов, наших земельков, пробуждают у молодого поколения тягу к спорту. Уверен, что такие высокие достижения и победы будут стимулировать наших детей активнее заниматься спортом. И для этого сегодня создаются все благоприятные условия. Еще раз хочу поздравить с этой медалью Эльмиру, тренеру, всю нашу команду. И пожелать дальнейших успехов, побед. Мы должны помогать, должен этот спорт развиваться, женскую борьбу надо пропагандировать, чтобы был рост, чтобы была конкуренция. Будет конкуренция, будет рост. Ну, я так думаю. В своих планах на будущее Эльмира Сыздыкова уже определилась. Впереди ждут новые вершины. Теперь ей предстоит тяжелая подготовка к следующим Олимпийским играм в Токио. В завершении пресс-конференции поклонники смогли получить долгожданный автограф и сделать фото на память с Олимпийским призером. Асель Сознобаева, Исламбек Успана, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Манса Уолмстар. Редактор субтитров А.Семкин